Приветствую, друзья. Приятно, что смотрите. Не переключайте ни в коем случае прямо сейчас, потому что вам повезло. Вы попали на специальный выпуск на YouTube-канале Дмитрий Гордон. Сегодня будем говорить об одной из самых известных и секретных спецслужб в мире, израильской разведки МОСАД. Помочь нам в этом согласился офицер армии обороны Израиля и военный историк Григорий Тамар. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Взаимно. Друзья, вы столько оставили комментариев с просьбами сделать этот спецвыпуск под прошлым интервью с господином Тамаром. Мы не могли не прислушаться. Господин Тамар согласился нам в этом помочь. Поэтому, друзья, прямо сейчас уже можно поставить лайк этой беседе авансом. Лучшим комплиментом будет, конечно же, подписка на YouTube-каналы Григория Тамара, Дмитрий Гордон, Олеся Бацман. В гостях у Гордона для того, чтобы не пропустить новые выпуски. Также пишите, о чем бы вам интересно было бы еще услышать в комментариях под этим видео. Будем стараться вас радовать. Господин Тамар, я долго думал, как начать, с какого вопроса начать нашу сегодняшнюю беседу. Давайте пойдем по порядку. Когда мир вообще первый раз услышал это название Моссад, которое сейчас, собственно говоря, подвергает испугу многих врагов государства Израиль? Когда эта спецслужба первый раз стала достоянием общественности? Вы знаете, это хороший вопрос. Я только позволю себе, с вашего позволения, преамбулу и обязательно на него отвечу. Значит, во-первых, я сразу хочу в начале нашей беседы сказать, что я лично в Моссаде никогда не работал. Более того, я лично никогда не занимался разведывательной деятельностью. Я работал в другой секретной структуре, одной из многих секретных структур Израиля. Отработал там несколько лет и в том числе пересекался с организацией Моссад. И ни одного слова о характере этих пересечений, поводу, так сказать, и сути, я, конечно же, ни одного слова на эту тему не скажу. Я скажу лишь одно, что, общаясь с сотрудниками Моссада, я обратил внимание, что те люди, которые попадались мне, по крайней мере, это люди очень приятные в общении, очень обаятельные, очень коммуникативные, с высоким уровнем общей культуры и на уровне просто общения с этими людьми, с теми, с кем я общался. Я подозреваю, что там есть разные люди. Может быть, есть и те, с кем менее приятно общаться, особенно в определенных обстоятельствах. Но те, с кем я пересекался, это люди крайне приятное впечатление на меня оставили, в том числе, как я уже сказал, уровнем своего образования и общей культуры. Это было вот такое вот наблюдение, о котором я могу сказать. Засим я вот эту вот страницу своего личного опыта в данной сфере закрываю, и мы перейдем к сути вашего вопроса. Дело в том, что, учитывая особенности образования нашего государства и учитывая тот факт, что на следующий день после провозглашения независимости нашего государства в мае 48-го года шесть арабских государств объявили нам войну и ввели сюда войска, и началась у нас война за независимость, все, что связано с понятием секретных служб Израиля, изначально было настолько засекречено, насколько это было возможно. И ну давайте не будем забывать, что все-таки конец 40-х, начало 50-х, 60-х годов, эта эра, ну не то что интернета не было тогда, телевидения в Израиле не было довольно долгое время, поэтому роль прессы, она была важна всегда. Но ее вмешательство в нашу повседневную жизнь было намного более скромным, соответственно, и возможность держать в тайне какие-то события было проще. Однако произошло некое... Да, и в общем-то, ну, МОСАД, этот термин, это слово, оно было запрещено к употреблению в Израиле, нельзя было произносить это слово. Вообще, если перевести МОСАД с иврита на русский, чтобы было понятно, что это самый такой корректный перевод – это контора. МОСАД – это контора в переводе. То есть МОСАД – это учреждение. Вот, а какое учреждение? Кому надо, тот знает, какое учреждение. Но в 60-м году произошло событие, которое было настолько громким, настолько выходящим за рамки Израиля, израильской политики, израильской безопасности, израильской истории, что никаким образом уже утаить, как говорится, шило в мешке не утаишь. Хотя тогда удалось, удалось в этой всей истории формальное участие Израиля в этой операции умолчать, обойти, исказить и представить международным органам, ну, что Израиль, МОСАД не принимал участия. Я сейчас объясню, о чем. Ну, я не открою ничего нового, если скажу нашим зрителям, что у Израиля всегда был особый счет ко всему, что попадает под определение нацистские преступники. Это бесконечное попрание человеческих прав и унижение, которое пережил мой народ в Холокосте, оно жаждало отмщения, конечно же. Тем более, тем более, что, в общем-то, значительная часть людей, которые были интегрированы в аппарат Третьего Рейха, продолжали процветать и после окончания Второй мировой войны. Ведь это не секрет. Да, разведслужбы Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов, они вели поиски нацистских преступников. В отчасти Франции где-то, в какой-то степени. Да, конечно же, естественно, если подобные люди попадали в сферу интересов советских спецслужб, их, как правило, просто уничтожали. На Западе их пытались судить, были приговоры, но они, надо сказать, были достаточно мягкие. Там смертных приговоров не выносили. Возьмем, например, Египет 50-х годов. Египетская армия прекрасно интегрировала у себя на службе и сотрудников немецкой разведки военной, и ученых, которые помогали Египту создавать ракеты, ракетные технологии и химическое оружие. Это все были люди, которые получали от Гитлера зарплату. Давайте не будем забывать. И, конечно, Израиль смотрел на все эти события совершенно под своим углом, и Израиль жаждал мести. Но, вы знаете, я хочу сказать, что месть тоже должна быть обличена в какие-то цивилизованные рамки, потому что в конце 40-х годов были группы еврейских таких вот энтузиастов, которые планировали отравить водопроводную воду в Берлине. И все эти мысли, намерения были пресечены задолго до того, как они вышли в оперативную, так сказать, плоскость. То есть было четкое понимание, что евреи не будут действовать теми методами, которыми действовали фашисты, что мы пойдем совершенно другим путем в плане возмездия, и мы будем искать тех, кто стоял во главе, тех, кого еще можно. И, ну, знаете, у любого самого масштабного и самого страшного дела всегда есть конкретный палач, конкретных заплечных дел мастер, который стоит во главе. И таким человеком в отношении окончательного решения еврейского вопроса был Эйхман, штурманфюрер СС, который в Третьем Рейхе возглавлял вот этот вот отдел гестапо, который занимался физическим уничтожением евреи. И после войны ему удалось... Он попал в американский плен, он оттуда бежал, и ему удалось затеряться. И как очень многим нацистским преступникам ему удалось найти убежище в Латинской Америке. И ни для кого не будет являться секретом, что многие государства Латинской Америки, они принимали и укрывали нацистских преступников, и кто-то там нашел работу из военных профессиональных в рядах армий некоторых государств Латинской Америки, кто-то просто смешался с толпой и растворился, вот как, собственно, Эйхман и велся. Потому что как военный специалист он себя ничего не представлял. Он был классическим палачом, который не мог как наемник проявить себя ни как ученый, ни как военный специалист. И в конце 50-х годов в результате переданной Германии, регенеративной республике Германии, Израилю, определенной информации, некоторого количества информации, в Израиле политическое руководство пришло к выводу, что этот человек жив. А дальше мы начали искать. Старик, который пережил колокост и проживал в Аргентине, узнал о том, что, скорее всего, этот человек там находится. Общеизвестная история, что его дочка в компании молодых людей выпивала в баре и услышала одного парня, который бахвалялся тем, что его отец был не последний человек в Третьем Рейхе. Он передал эту информацию Равину... Интересный, это был повод для гордости, да? Да, да, да. Он передал эту информацию Равину в главе общины, который сообщил об этом израильским властям. Из-за того, что человек был очень стар и практически потерял зрение, его информацию поначалу не восприняли всерьез. Однако, стали проверять, и выяснилось, что это тот человек, о котором, в общем-то, столько говорили. Дальше был вопрос, а что же делать? Ну, допустим, обратятся израильские власти к Аргентине. Тут очень важный момент, что вот все, что я дальше буду рассказывать, это результат невозможности добиться суда в рамках цивилизованных правовых норм. Норм. Обратиться к Аргентине на основании чего Аргентина будет выдавать его? Ну, начнутся, допустим, следственные действия в аргентинской полиции. Скорее всего, это приведет к тому, что человек просто скроется в очередной раз. Обратиться к Федеративной Республике Германии можно было, и они могли потребовать у Аргентины выдачу. Но практика показывала, что приговоры, которые получают нацистские преступники, они крайне мягкие. Это несколько лет тюремного заключения в немецкой тюрьме. Но это не Колыма, как мы понимаем, но отсидел бы он и вышел. Это не то наказание, которое хотели евреи. Можно было просто его ликвидировать, как ликвидировали, например, тех немецких ученых, которые создавали Египту ракеты среднего радиуса действия и химическое оружие. Таких ученых было ликвидировано несколько человек. Это были спецоперации МОСАД до начала 50-х, середины 50-х. Но, опять же, не этого хотели евреи. Евреи хотели суда. А для того, чтобы был суд, нужно было его доставить на территорию государства. И туда выехала группа сотрудников МОСАДА, которые вели скрытое наблюдение за объектом долгое время, изучали его повадки, а также хотели окончательного доказательства, что это именно тот человек, который он хочет. Чтобы не было ошибок. Они заехали инкогнито, я правильно понимаю? Абсолютно, конечно. То есть правительство, где там скрывался Эймон, никто не знал об этом. Да, они заехали по легенде, с документами, которые обеспечивали их пребывание легальное в этой стране. И вот интересно, что Эйхман, он вообще-то погорел из-за жены. Это интересный момент. Изначально тем фактом, что вот первый этот сигнал, он был достоверный, стало то, что он женился в Аргентине на своей бывшей законной жене, которая практически не изменила фамилию. Фамилии поменяли одну букву, и он на ней женился. И само по себе это было уже индикативно. А потом они сыграли серебряную свадьбу в ту дату, когда вот она изначально. И сотрудники МОСАДОСа поставили эти даты. Это было семейное торжество. Он не был очень бурным, потому что он жил скромной жизнью. Однако, однако, этого было достаточно для того, чтобы идентифицировать таких совпадений, как мы с вами понимаем. И тогда была принята разработка этой спецоперации, в результате которой он был сначала схвачен, вывезен на конспиративную квартиру, на виллу, которая за благоволение была арендована. Строго-настрого был приказ строжайший избегать какого-то физического воздействия. Ходили даже слухи, что был момент, когда кухарка хотела его отравить, но это было пресечено, потому что хотели его доставить на территорию Израиля именно для судебных, следственных мероприятий. И впоследствии там была такая история, что была авария на самолете, который принадлежал израильской компании, и пострадал пилот, и он лечился, у него травма какая-то, и вот по документам этого пилота, якобы пострадавшего, Эйхману выправили документы, что он может быть доставлен в Израиль на обычном самолете, но в кресле-каталке под наблюдением врача. Ему дали укол седативным препаратом, посадили его в кресло-каталку, и таким образом он оказался. Кстати сказать, между прочим, через несколько часов, после того, как он был доставлен на конспиративную квартиру, он сознался во всем, он сознался, что он тоже самый Эйхман, то есть он очень быстро сломался психологически, но он был уверен, что он не получит максимальный приговор. То есть вот эта вот позиция, я только выполнял приказ, я был служащим, я выполнял приказ, который мне давали сверху, знаменитая вот эта вот теза нацистских преступников, она и в его случае пытался эту карту разыгрывать, это не сработало, хотя у него был адвокат, и все, вся, так сказать, процедура судопроизводства, она была соблюдена. Суд длился несколько лет, и в конечном итоге Израиль применил к нему смертный приговор, а надо сказать, что в Израиле смертный приговор, он существует, но в конце 50-х годов был наложен мораторий, израильское правительство наложило мораторий на его, так сказать, исполнение. И до сегодняшнего дня, вот у нас сегодня, допустим, когда израильские спецслужбы или армия захватывает в плен террориста, какого-нибудь с кровью на руках, который может быть виновен в гибели десятков, сотен евреев, если он в итоге схвачен, его не ликвидируют, его не убивают, его судят, дают ему несколько пожизненных сроков, и он находится в Перме. Их примеров очень много. Есть знаменитая история, может быть, отдельно об этом надо поговорить, такая у нас была история в конце 80-х, называлась она «История автобуса номер 300», когда офицеры Шабака самовольно ликвидировали террористов, которые захватили заложников, но когда стало известно, что они их уничтожили после того, как террористы уже сдались, то эти все офицеры были выгнаны из ледов Шабака, они были уволены с понижением звания. Но это отдельная история, о ней можно рассказать как-нибудь, она сама по себе, так сказать, самодостаточный информационный повод. И когда произошло вот это дело Эйхмана, которое весь мир его обсуждал, даже в связи... А как мир отреагировал, простите, что вас перебиваю, как отреагировала та страна, откуда был вывезен Эйхман? Скандал с Аргентиной был ужасный, тем более, что в общем-то формально отношения с Аргентиной были достаточно хорошие. Я не знаю, как бы развивались события, если бы это была не страна третьего мира. При всем моем уважении к Аргентине мы прекрасно ценим и любим аргентинскую культуру, аргентинский футбол, аргентинские стейки. Все замечательно, мы любим, мы уважаем аргентинцев, но все-таки это не государство первой величины, это не Великобритания, это не Соединенные Штаты, это не Советский Союз. Понятно, что возможности давления на Израиль у них были достаточно ограничены, однако скандал был, балансировали государство на грани разрыва дипломатических отношений, был отозван посол аргентинский из Израиля. Удалось это дело замять и формальное причастие, причастность формальную МОСАДа смогли, так сказать, отрицать последовательно израильтяне, израильская власть, израильское правительство, и была такая формулировка, что группа добровольцев, группа честных евреев, которые вот хотели сослужить службу своему народу, вот такая была формулировка, что они действовали добровольно на свой страх и риск, без координации с израильским правительством. ну, как вы понимаете, такие действия невозможно сделать в таком формате, это сложнейшая разведывательная операция, это во мне самолет пассажирский двумя перехватчиками посадить, вот, так что, так что, конечно же, никто всерьез это не воспринял, однако вот с того момента про МОСАД всерьез заговорили в мире и, в общем-то, после этого уже было бессмысленно отрицать название этой организации, ее существование и о ней стали говорить. Но, допустим, имя руководителя МОСАДА, это была государственная тайна до начала 90-х годов. Сегодня уже это ни для кого не секрет, очень сильно изменилась форма подачи информации, обработки информации, нахождение информации, какие-то вещи, они стали малореальными в эпоху соцсетей и интернета. Но МОСАД это структура, которая очень чутко реагирует на веяния современные и в этом отношении тоже шли в ногу современных. Так что можно говорить о том, что можно говорить о том, что вот с начала 60-х МОСАД стал организацией, о которой заговорили публично так или иначе. Это, кстати, операция, насколько я знаю, называлась «Финал». Вот как раз подделала МОСАДА. нациста Эйхмана. Если вы хотели закончить еще эту историю, давайте перейдем просто к подтеме. Я хотел сказать, что долгое время не могли понять, как его казнить. Не было же опыта, не знали, как казнить. Его же невозможно было просто в камере. В итоге он был казнен через повешение, и его тело было кремировано, а прах был развеян над акваторией Средиземного МОСАДА. Вот таким образом закончил свою карьеру, так сказать, человек, который повинен физически в уничтожении 6 миллионов евреев. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко Гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир Гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. теперь, смотрите, вот конфеточки. зефирчик. зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. это. Давайте перейдем к следующей по теме. Одна из наших зрительниц, кстати, которая сделала много комплиментов в своем комментарии к предыдущему интервью, она задала тоже интересный вопрос, когда я попросил наших зрителей рассказать, что именно им интересно было бы услышать о Массаде. Она спросила, работают или работали ли изначально в Массаде женщины? Да, таких случаев очень много. Вы что, конечно, естественно, послушайте, женщина это самое прекрасное, что создал Всевышний. Так как же могли сотрудники Массада обойти своим вниманием? Я вам приведу просто, ну, один из самых известных примеров в этом отношении. И вообще таких примеров огромное множество, но я вам приведу самые известные, может быть. Кстати, я, вы знаете, отвлекусь на секунду, символом, вернее, девизом Массада является изречение царя Соломона. Я сейчас вольно его процитирую, переводя с иврика, что при недостаточном количестве попечителей народ прозябает, а при многих попечителях народ благоденствует. Вот так говорил царь Соломон и так старается действовать Массад. Так вот, знаменитая история о, опять же, похищении, да, ну, об этом отдельно можно поговорить. У нас в Израиле было несколько громких шпионских скандалов. Один из наиболее громких это было предательство бывшего сотрудника атомного реактора в Димоне Вануру, который работал там техником, и он, у него был конфликт с руководством, с начальством, в результате которого его решили уволить, и когда ему сказали, что он увидел свое имя в листе уволенных, и ему стало понятно, что через 48 часов он сдаст свой жетон и должен будет покинуть территорию объекта, он сделал несколько десятков фотографий, и после того, как он покинул пределы Израиля, он опубликовал это в Пурвайской газете, и, в общем-то, весь мир узнал официально о том, что у Израиля есть в плане ядерный технолог. Что, в плане мести, из-за мести он это сделал, или из-за обиды, или из-за денег? Он был человек, он утверждает, что он это сделал за идею, что якобы вот он боролся с ядерной угрозой, вот что. В действительности, ну, я немножко знаю эту историю, там, изнутри, он был человек очень больших амбиций. Он имел на работе на свой статус не соответствующий его образованию и полномочиям формально. На каком-то этапе там поменялось руководство, и там решили навести порядок внутри, и у него вот эти вот, он имел право вести исследования, будучи техником. У него забрали это право, он воспринял это как личное оскорбление, он начал бороться за восстановление вот этих своих прав, да, ему сказали, нет, у нас поменялись там условия, вот ты техник, занимайся техническим обслуживанием. он воспринял это как такой вот удар, человек он был больших амбиций, человек он был склонный, как мы понимаем, к авантюре, и вот эти его особенности характера, ну, потом, в дальнейшем он встал на такой, на путь, так сказать, внутренней нравственной трансформации, да, он несколько раз менял конфессии, да, он был там то буддистом, то крестился, ну, и так далее, да, но в любом случае человек он был сложный, вообще само по себе хороший вопрос, как он попал на такую работу, потому что туда так просто не берут, туда достаточно жесткие критерии отбора, в том числе психологическое тестирование, очень серьезное и очень квалифицированное, но вот каким-то, это было еще в 70-е годы, видимо, не настолько было это было развито, как впоследствии стало, формально он был абсолютно сладный, малый, то есть он отслужил в армии, там, ну, все хорошо, условия работы в том месте были очень комфортные, зарплата высокая, то есть, в принципе, работа и скажи спасибо, что тебя туда взяли, но у него были амбиции, я вот как раз несколько дней назад провел лекцию на тему личности, роль личности в понятии шпионских скандалов, вот я как раз о нем тоже рассказываю в этом свете. Так вот, когда он скрылся за рубежом и начал свою вот эту деятельность, то есть, начал публиковать материалы, стало понятно, что нужно, во-первых, это как-то пресечь, а во-вторых, нужно его покарать за предательство, за государственную измену, и тогда была внедрена в его круг общения. Вот человек, он был очень несклонный к коммуникациям, была внедрена очень красивая, яркая, молодая женщина, которая была абсолютно нееврейской внешности, она была яркая блондинка, очень красивая и сексуальная, которая познакомилась с ним в паре, и у них завязался роман, и она сказала, что она в него влюблена, и говорит, послушай, ты знаешь, у меня подруга вот в Риме как раз уехала, оставила мне студию в центре Рима, поехали, устроим нам римский конец, и попали они таким образом на территорию Италии, где в принципе по такому же пути его накачали седативными препаратами, как тяжелобольного вывезли в кресле-каталке, ну, опыт уже был, вот, ну и собственно в Израиле его суд... Ну так, дорогие друзья, в поте лица подписываю для вас книги, но уже осталось немного, слава богу, на сегодня немного. Фух! Еще одна громкая история недавно получила новое, так сказать, обросла новыми подробностями, потому что вышел сериал о жизни одного из самых известных израильских разведчиков Элли Коэна. Не могу просто эту историю не поднять сегодня, пожалуйста, расскажите нам вкратце, нашим зрителям, потому что возможно не все с ней знакомы, уверен, вы знаете там интересные подробности вообще становления и ареста одного из самых известных израильских разведчиков. Вы знаете, ну я вам хочу сказать, что я вам предлагаю пойти немножко по другому пути, это настолько масштабная история, которая заслуживает просто отдельной передачи, это за пять минут невозможно осветить, просто, ну, этот человек такой след оставил в нашей истории, что мне не хочется просто вот скомканно о нем рассказывать, я предлагаю вам записать на эту тему отдельный сюжет, отдельную передачу, потому что я хотел бы просто, знаете, вот сказать о человеке, вы сейчас упомянули имя человека, которого, ну, любой, кто интересовался историей спецслужб или историей Масада, он знает, ну, хотя бы бегло, хотя бы поверхностно про Элли Коэна, а я хотел вам вот сейчас с вашего позвоночника не возражаете сказать о человеке несколько слов, он, безусловно, тоже заслуживает отдельной передачи, но в отличие от Элли Коэна, о нем практически никто не знает сегодня, не помнит. Прошу прощения, господин Тамар, друзья, обязательно напишите в комментариях, если вам интересно увидеть отдельный выпуск про одного из самых известных израильских разведчиков Элли Коэна, потому что господин Тамар вот только что любезно предложил это сделать, поэтому все зависит только от вас, хотим увидеть ваше желание, если достаточно много будет таких комментариев, мы обязательно это сделаем. Ну и, кстати, если вы не поставили лайк этому видео вначале, обязательно сделайте это сейчас, это тоже будет показывать вашу заинтересованность. Господин Тамар, да, слушай. Да, я хотел бы упомянуть, мне просто всегда немножко обидно, что этого человека почти никто не помнит сегодня, кроме узких специалистов израильской военной истории, историйских служб, а вот те несколько минут, что у нас остались, я, может быть, о нем расскажу, просто его биография, она заслуживает того, чтобы сняли не один боевик, значит, и звали этого человека Давид Шалтиель, и о нем не знает, я еще раз подчеркиваю, практически никто, вот несколько веков его биографии, просто было понятно, что это за персона была, значит, человек увлекся в 20-е годы 20-го века сионизмом, молодой, значит, еврей приезжает в Палестину, начинает работать в Куце, сын, единственный сын богатой еврейской, европейской семьи, хотя он был из сепардских евреев, но они жили в Европе, приезжает сюда и понимает, что сионизм будет лишаться вооруженным путем его успех или неуспех, понимает, что очень важен боевой опыт, надо его где-то приобрести, и для того, чтобы приобрести боевой опыт, вербуется добровольцем во французский иностранный легион, где он провоевал несколько лет, символизовался в чине старшего сержанта, и старший сержант французского иностранного легиона тогда, но это был очень серьезный опыт, он возвращается в Палестину и попадает в сферу внимания Давида Бен-Гуриона, это лидер социалистической партии, рабочей партии Израиля, человек, который впоследствии создал нашу страну, и вот Бен-Гурион оценил его личные качества, и он посылает его в Европу, как человек, имеющий военный опыт, знающий много европейских языков, он посылает его для того, чтобы он занимался тайными закупками оружия, а дальше происходит потрясающая история, в 36-м году его арестовывает в гестапо, и его сажают в концлагерь. Ну, окей, 36-й год, да, мы понимаем с вами, что если бы он остался в концлагере до 45-го года, никаких шансов остаться в живых у него просто нет. Однако, в 39-м году, летом, накануне начала Второй мировой войны, его, как вот мы находим информацию в литературе, его перевозят в Берлин, на конспиративную квартиру гестапо для ведения оперативно-следственных мероприятий, в результате которых его отпускают. Если мы почитаем Википедию на эту тему, то там потрясающая формулировка, за которой все. В результате давления вот рабочей партии Палестины, да, на Теретти Рейх, то есть это комар надавил на слона, и вот слон, значит, в любом случае его отпускают, и он прибывает сюда. Прибывает сюда, и его, естественно, он становится одним из руководителей Аганы, это еврейская вооруженная милиция, которая потом стала основой нашей армии, которая вела борьбу как против арабских комбатантов, так и про палестинских, так и про британцев на разных этапах. И в 42-м году, когда идет Вторая мировая война, и когда в общем-то официальная позиция еврейской общественности, еврейских лидеров была, что давайте сотрудничать с британцами, пока они воюют с Гитлером, то мы будем их поддерживать. Он приходит к Давиду Бенгариону и говорит, послушай, ты понимаешь, что вот сейчас идет война, мы не воюем с британцами, мы их союзники формально, однако британцы используют это для того, чтобы наводнить Агану, наводнить ряды наших товарищей огромным количеством осведомителей, шпионов, и необходимо как-то этому копировать. И он первый человек, который сказал, что необходимо организовать службу, которая будет заниматься выявлением этих агентов британского влияния. И фактически он стоял у истоков и разведки, и контрразведки, и военной разведки. А дальше, когда война, Вторая мировая война закончилась, и началось противостояние очень кровавое между Британией и местными силами еврейской самообороны, которая вылилась в итоге в серию терактов и партизанскую войну, и британцы отвечали очень жестоко, и были смертные казни, и публичные порки, все что угодно здесь. Не просто так было решение в ООН в 1947 году по разделению этой территории на еврейское и арабское государство, и не просто так было решение, что британцы должны отсюда убраться. Так, вот в этот период, когда начинается война за независимость, это был тот человек, который первый сообразил, что вот евреи воюются арабами, у арабов есть командиры, и эти командиры, они очень неоднородны, среди них есть большое количество тех людей, которые во время Второй мировой войны были на службе у немцев, были там кое-кто даже были немецкими офицерами, то есть офицерами в немецкой армии, или в каких-то прокси-формированиях про немецкие. А была другая группа арабских лидеров, которые наоборот сотрудничали с британцами и работали на британцах, и были, может быть, даже британскими офицерами. И вот между двумя этими группами была лютая ненависть, и никакой готовности к компромиссу, и к тому, чтобы забыть старые обиды внутри арабского вот этого сопротивления не было. И он начал использовать вот эти вот разногласия внутри арабского руководства для того, чтобы получать информацию, то есть, грубо говоря, там могла быть ситуация, что идет там партизанская группа устраивает засаду против еврейских транспортных колонн, и их, так сказать, конкуренты сливают информацию евреям о том, что происходит, и наоборот. И он был первым человеком, который осознал потенциал этого, осознал потенциал внедрения агентов в арабские силы их комбатантов для того, чтобы использовать это в борьбе за независимость, за обретение национальной независимости. Впоследствии, когда война за независимость вышла в пик, в свою кульминацию, этому человеку дали ответственнейший участок фронта руководить. Он был тот, кто руководил обороной Иерусалима. И он был тот человек, кто отстоял Иерусалим, по сути. Хотя Иерусалим был самым уязвимым участком еврейского сопротивления, Иерусалим был тем местом, где арабы действительно могли побить. Но благодаря его очень умелой и в военном отношении и деятельности, и благодаря тому, что он смог найти общий язык с представителями самых разных еврейских групп самообороны, то есть как представителей левых социалистов, так и представителей ревизионистов и смог найти вот такой вот фундамент, консенсус между самыми разными еврейскими группами. Вместо того, чтобы у нас по старой доброй еврейской традиции спухнула очередная гражданская война, он наоборот смог всех объединить, и вот объединив всех, он смог таким образом отстоять город, в том числе и используя квалификацию военного и навыки и так далее. Впоследствии, после того, как война закончилась, он подал в отставку, он уже был человек немолодой и дальше занимался дипломатической работой, пока не вышел на пенсию. Вот такой вот был у нас персонаж нашей израильской истории, Давид Шалтиель, очень достойный человек, о котором сегодня, к сожалению, знают лишь немногие, помнят лишь немногие. Ну вот теперь знают наши зрители. Спасибо вам, Григорий. На финал сегодня будем ставить троеточие. На финал господин Тамар, хотелось вернуться к первой теме. Вы говорили, что тот же Эйхман, он пытался объяснить, что я только выполнял приказ, я самолично решений о убийствах евреев не принимал. Вот если проводить параллели какие-то, хотелось бы финализировать это все, провести аллюзию на сегодняшние события. Может ли быть пример Эйхмана назидательным для тех террористов, которые сейчас выполняют, выполняя приказ, как они считают, на самом деле убивают мирных жителей и терроризируют мирных украинцев в ходе полномасштабного вторжения Российской Федерации? Я бы даже шире поставил этот вопрос. Куда там далеко ходить, там спецслужбы? Вот в Израиле есть понятие в Израильской армии незаконного приказа. И если офицер отдает приказ, который воспринимается его подчиненными как незаконный, то военнослужащие не просто не должны его выполнять, а должны воспрепятствовать его выполнению и должны сообщить в любые компетентные органы о том, что такой приказ был отдан. Есть характеристики этому чисто военно-юридические характеристики этого приказа. Такие случаи бывали, разные бывают люди, разные бывают обстоятельства, поэтому нет у нас такого, допустим, сегодня в армии, в нашей, что человек может сказать, вы знаете, мне дали приказ расстрелять безоружных или что-то подобное. так вот, я хочу вам сказать, что должна сложиться ситуация, вот представьте себе, вот вы говорите сейчас Эйхман, ну это был Палач, он там работал в Гестапо, Гестапо это такая сама по себе организация, ну уже там факт сотрудничества с Гестапо, это уже в общем-то основание для уголовного преследования, а вот представьте себе, сидит оператор ЭВМ, ну просто программист, условный, и он пишет программу для того, чтобы эта программа обеспечивала ракетный комплекс, и ракеты летят потом и падают, например, на жилой дом в городе Запорожье. Так вот, этот человек, который написал эту программу, он должен понимать, что он совершил, был участником акта военного преступления, потому что запрещено обстреливать сознательно мирные города, да, и разрушать там объекты гражданской инфраструктуры. Это по сегодняшним законам запрещено, после того, как там была Вторая мировая война бомбардировки Дрездена, человечество же оно учится, оно же, у нас же эволюция, мы живем, ну, да, вот такие животные, мы, у нас эволюция присутствует в нашем развитии, мы делаем какие-то, извлекаем уроки, поэтому здесь на Ташире, это не только вот те люди, которые там участвовали там в актах геноцида, там в резне, в пуче, это иногда люди, которые, вроде бы, они сидят за компьютерами, за рабочими столами, ничего плохого не делают, но на самом деле участвуют в военных преступлениях, или, например, вот кража детей, вот кража 16 тысяч детей, ведь там же среди этих людей были и клерки высокого уровня, да, госслужб, которые вообще к войне не имеют никакого отношения, однако, допустим, они вот участвовали в этом, я сейчас не говорю про рядовых там врачей, учителей, а я говорю про людей, которые, чиновники там среднего и более высокого звена, которые, тоже люди, которые причастны к военным преступлениям, так что, конечно, это должно все вашими спецслужбами учитывать. Вот, я хочу вам сказать в заключении, вот сегодня МОСАД это достаточно могущественная организация, ну, понятно, что ее там численность и финансирование на самом деле это государственная тайна, однако... Ну, а по официальным данным, извините, какая численность у МОСАДы? Ну, вы знаете, нет официальных данных. Они, извините, по неофициальным, да, 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 Ну, говорят, что говорят, что численность МОСАДа от 7 до 9 тысяч человек, то есть, это достаточно серьезная организация, да, по численности, по финансированию, финансирование, опять же, скрытых источников МОСАДа приближается к 2 миллиардам долларов в год, серьезный бюджет и так далее. но дело в том, но дело в том, что, когда это все начиналось, в МОСАД было несколько десятков человек. Более того, у них даже не было своих оперативных возможностей, они привлекали офицеров спецназа для того, чтобы действовать в оперативном отношении, потом от этой практики отказались, но я говорил про самые первые годы. Так вот, для того, чтобы составить эффективное конкурентное преимущество перед спецслужбами других стран, ну, МОСАД, можно сказать, что отличало всегда три основных характеристики. Это, во-первых, очень высокий подход к уровню отборка. Сравнить, кого там брали в КГБ, в принципе, и кого брали в МОСАД, я даже не хочу, тут на эту тему можно отдельную передачу сделать. Один из сотрудников КГБ сейчас вот, дослужившийся до высоких погон, это первое, то есть отбор кадров изначально. Второе, это профподготовка. Профподготовка, еще раз профподготовка для того, чтобы профессиональный уровень каждого сотрудника был очень высок. Чем бы он ни занимался, сбором информации, обработкой информации, оперативной работой, не важно. И третья характеристика, это очень нестандартный подход к решению поставленных задач. То есть вот очень творческий, нестандартный, креативный, как сегодня модно говорить, подход. Вот эти три параметра, они обеспечивали конкурентное преимущество МОСАД косвенно затронули тему становления государства Израиля. Если об этом вам интересно услышать, напишите об этом в комментариях. Историю Эли Коэна, уверен, вам будет потрясающе интересно. Я просто подготовлю о нем отдельный сериал, потому что для того, чтобы раскрыть его личность, его влияние на нашу историю, нужно рассказать немножко. Это за пять минут невозможно. Ну и замечательно, господин Тамар, сделаем отдельно, если наши зрители оценят лайком нашу сегодняшнюю беседу и напишут в комментариях о своем желании. Господин Тамар, спасибо вам, что сегодня нашли для нас время. Мы только, конечно, по верхам затронули. Я понимаю, что здесь курс лекций можно делать, и у вас прекрасно получилось. Очень много интересных подробностей. Друзья, обязательно подпишитесь на YouTube-канал Григория Тамара, а также на YouTube-канал нашего медиа-сообщества Дмитрий Гордон, Олеся Бацман в гостях у Гордона для того, чтобы ничего не пропустить. Сегодня с нами был Григорий Тамар, офицер армии обороны Израиля, военный историк и бывший сотрудник израильских спецслужб, не МОСАДА, подчеркиваем, господин Тамар решил это уточнить в самом начале. А может быть, господин Тамар это специально сказал для того, чтобы отвести от себя подозрения в сотрудничестве с одной из самых известных военных разведок в мире. Спасибо, друзья, что смотрели. Господин Тамар, спасибо, что нашли время.